добрый день коллеги и так сегодняшний наш вебинар посвящен теме учет переработки продукции на стороне довальческое сырье в 1s erp проводит его для вас компания кодер line компания кодер line это компания 1s франчайзинг занимается внедрением и обслуживанием программных продуктов 1s в компании работает огромное количество специалистов консультантов контакты вы видите на своем экране электронную почту и номер телефона меня зовут моисеева екатерина я консультант аналитик 1s мои контакты для связи также вы видите внизу нас есть чат в чате вы сможете задать свои вопросы которые у вас появятся в течение вебинара и я постараюсь на них на все ответить конце нашего вебинара специально для этого отведет отведем время так и так наш вебинар будет строиться по следующей программе сначала мы рассмотрим какие нужно настроить справочники нормативно справочную информацию для того чтобы в программе в системе учитывать довальческое сырье потом мы с вами просмотрим организацию учета довальческого сырья в организации заказчика по переработке довальческого сырья и после этого организацию учета в организации исполнителя заказа при переработке довальческого сырья водяные сверки для начала давайте вспомним общее понятие довальческого сырья довальческое сырье это материалы которые заказчик передает исполнителю чтобы тот изготовил из них продукцию то есть в случае если мы передаем то мы выступаем заказчиками переработки сырья если мы получаем материалы для переработки то мы будем выступать с вами исполнителем заказа по переработке довальческого сырья давайте переходить с вами в демонстрационную базу 1с ерки так демо база запустилась давайте изначально с вами определимся какая версия у меня программы потому что меню в разных программах может отличаться смотрим у меня конфигурация 2 5 11 96 итак любой учет программе 1с необходимо начинать настройки справочников мы с вами перемещаемся в раздел инс и и администрирование и для того чтобы настроить производство на стороне мы вами сами заходим в раздел производства раздел производства и здесь есть она специальное подменю переработка на стороне раскрываем в данном меню у нас есть два варианта ведения учета производство на стороне по версии 2 и 4 и производство на стороне версия 2.5 в чем разница производство на стороне 2.5 оно дублирует производство на стороне 2.4 но имеет себе дополнительные функции которые предусмотрел для нас 1с то есть есть акты расхождение там ведется учет по сериям то есть данный вид учета более подробный версия 2.4 тоже может применяться можете вести у себя но нужно понимать что когда-нибудь компания 1с перестанет поддерживать старую версию и все перейдут все равно на версию 2.5 поэтому если вы только настраиваете у себя ведение учета то лучше выбирать 2.5 так давайте посмотрим какие есть возможности ведение значит что мы для себя отмечаем я поставил для себя что я веду учет обособления по заказу по переработчику можно также учитывать по направлению деятельности по переработчику договору и по назначению продукции о переработке переработчика можно точно так же настроить либо по заказу либо не обосабливать я оставил у себя не обосабливать также есть возможность поставить флажки не закрывать частично отработанные заказы переработчиком то есть если будете вести учету себя по заказу переработчиком то если он частично не закрыт то возможно отключение также я здесь поставила у меня есть галочка что я веду по заказам переработчиком так есть возможность посмотреть акты расхождения после передачи или акт расхождения составить после получения переработчика продукции это то что касается настройки по производству со стороны если мы передаем производство на сторону теперь мы опять же заходим в это меню и в случае если мы с вами собираемся сами оказывать услуги по производству продукции издавальческого сырья мы с вами пойдем к меню продажи то есть мы будем оказывать услугу продаватьем здесь мы также раскрываем интернет производства издавальческого сырья также видим что у нас есть производства издавальческого сырья версия 2.4 и точно также есть более расширенное производство издавальческого сайта версия 2.5 Производство я рассмотрю на версии 2.5, а продажи сделаю на версии 2.4, чтобы у нас был рассмотрен и тот, и тот вариант. Что я отметила для себя в версии 2.4? Это то, что будут рассматриваться статусы заказов товальцев, будет детальный контроль происходить в процессе обработки заказов. Возможно, отчет и передача товальцев по нескольким заказам, то есть отчет будет переработчика по нескольким заказам. Точно так же есть возможность не закрывать частично отработанные заказы товальцев и не закрывать частично оплаченные заказы товальцев. Если же вы выбираете для себя вариант учета производства издавательского сфера версии 2.5, то у вас также появится возможность, появятся активные окошки о введении актов о расхождении после отгрузки и актов о расхождении после получения. В принципе, статусы заказов можно смотреть и другие меню, как в 2.4. Обособление материалов продукции можно ввести по договору с давальцем и продукцию также можно ввести по обособлению с договором давальцев. Итак, меню мы настроили, настройки провели и переходим с вами в производство. Значит, в настройках я у себя оставила отмеченными и вариант 2.4 версию и 2.5, но захожу в 2.5, то есть производство буду рассказывать вам через передачу переработку по версии 2.5. Значит, заходим в меню заказа переработчиков. Начинаем с того, чтобы сделать заказ. Есть у нас два варианта – создать новый и по потребностям. Если мы создаем новый заказ переработчику, то у нас появляется полностью новый документ, который мы с вами начинаем заполнять. Мы должны с вами выбрать в первую очередь переработчика. В данном случае у меня пусть будет эта компания «Ассоль». Контрагент точно так же автоматически заполнился. «Договор». В данном случае у меня договор уже созданный. Но вот посмотрите, здесь стоит валюта взаиморасчетов USD. Нужно обязательно обращать внимание на валюту договора. Если я зайду во вкладочку «Дополнительно» и поставлю валюту в рублях и вернусь на вкладку «Основное», то здесь мне уже предложат программа «Другой договор» мы с мной созданный, в которого валюта взаиморасчетов в рубль. Давайте посмотрим внимательно договор. Здесь цель договора выбирается «Передача, переработку» я поставила. То есть вы, когда будете настраивать договор, тоже лучше поставить так. Наименование «Переработка» для печати можно вывести, какой вам необходимо. Выбираете переработчик «Контрагент». Здесь поставить можно номер и период действия. Вот здесь оставляется обязательно валюта. То есть в данном случае у меня в рублях. Можно поставить, что сумма договора фиксированная на определенную сумму. Тогда договор будет контролироваться, пополнение по этой сумме. Здесь также мы указываем налогообложение «НДС». Ставим 20% в случае, если вы будете вести услуги, получать по договору с «НДС» либо без «НДС», если по другой системе налогообложения, допустим, упрощенной. Можно заполнить дополнительную аналитику, но в данном случае она мне не нужна, поэтому я ее не заполняю. Итак, мы выбираем договор и должны указать склады. Склад, на который будет поступать готовая продукция. В данном случае я выберу склад готовой продукции и склад материалы. Из какого склада вы будете брать материалы. То есть в данном случае, допустим, я буду склад отдела снабжения М1. Далее переходим на вкладку «Продукция». Добавляем строчку и выбираем номенклатуру. В данном случае я выбираю, ну пусть будет табурет. То есть мы будем производить с вами табурет, будем передавать для него древесину на сторону переработчику. Значит, я ставлю, что, допустим, мне нужно произвести один табурет. Можно указать дату поступления, когда нам необходимо, чтобы он поступил. Здесь автоматически уже видно склад готовой продукции. Статья расходов. Можно показать и аналитику. Если в процессе производства вашего продукта появится побочный промежуточный выход, ну, допустим, вам будут возвращать опилки отревесины, то здесь можно добавить, показать, что вам придет обратно опилки. Заходим на вкладочку «Материалы и работы». Добавляем, что мы передаем для того, чтобы нам изготовили нашу продукцию. В данном случае это древесина. Здесь мы можем выбрать «Обеспечивать» либо «Не обеспечивать». И можно даже поставить галочку «Обособлено». Это имеется в виду, что материал, который будет закуплен под этот заказ, будет учитываться программой «Обособлено». И здесь мы можем поставить количество, сколько пойдет древесины на изготовление одного табурета. Ну, пусть будет 0,5. На вкладочке переходим «Услуги по переработке». Здесь мы должны добавить номенклатуру. Заходим в «Услуги по переработке». У меня уже создана здесь номенклатура, на что нужно обратить внимание обязательно. что вид не у самой номенклатуры, а у вида, вот у этого, должен быть работа. Потому что если у вас будут здесь стоять услуги, то вы просто не увидите у себя вот здесь услугу по переработке. Итак, мы ее с вами выбираем, ставим, что одна на один табурет. И цена, допустим, 500 рублей. Программа автоматически добавляет ставку МДС. Так, здесь можно выбрать статья в калькуляции, но в данном случае я выбираю себе услуги переработчика. На вкладке «Доставка сырья» можно указать варианты. Самовывоз нашего склада, либо мы доставляем, либо перевозчикам, то есть варианты, какие у вас доставки. Вкладочка «Дополнительно». На вкладке «Дополнительно» обязательно обращаем внимание на валюту в рублях. Налогообложение, то, что мы учитываем в деятельности СНДС, если вы используете. И, соответственно, после этого можно попробовать провести и поменять статус. Статус заказа мы делаем к выполнению. Здесь нам показывают, что тоже нужно заполнить статью калькуляции на закладке «Материалы и работы». Я выберу «Материалы основные». Для того, чтобы дальше нам с вами делать следующие документы, мы должны с вами сделать обеспечение «Отгрузить». То есть мы отгружаем древесину, которую нам необходимо передать для переработчика. После того, как мы создали заказ переработчику, мы можем переходить к дальнейшим пунктам и делать на основании заказа переработчика другие документы. В данном случае очень удобно работать именно из этого меню. То есть здесь мы видим сразу все документы, которые мы можем сделать на основании этого заказа. Итак, какой следующий наш шаг будет после того, как мы сделали заказ? После того, как мы сделали заказ, мы с вами должны передать сырье переработчику. Логично. Мы делаем передачу сырья. У нас автоматически заполняется древесина, номенклатура, которую мы передаем. Наше количество заполнилось, цена поставилась плановая. Здесь указывается подразделение, которое будет выполнять в данном случае эти действия. После этого можно перепроводить эту передачу сырья. Также на основании документа заказ переработчика мы можем создать отчет переработчика, возврат ция от переработчика либо поступление от переработчика. Значит, поступление от переработчика в данном случае заполняется товар, который мы получаем. Поступлений у нас может быть несколько, а отчет будет один. Поэтому сначала мы делаем несколько поступлений в течение периода, когда мы получаем наш готовое изделие, товар. И потом только делаем отчет. Итак, поступление от переработки создаем. Табурет. Характеристику в данном случае я не использую, но если вы ведете учет по характеристикам, вы можете указывать. И характеристика может подбираться из характеристики, допустим, номенклатуры. Также можно ввести учет по сериям, если вы ведете, либо указывать специальное назначение этого товара, то есть подкрыт определенный заказ. Заполнили. Ну и также вкладка дополнителя. Опять же смотрим, чтобы учет у нас велся в рублях, подразделение было, участок, который у нас ведет эту работу. Ну, как бы это все обязательные поля для заполнения. Что у нас еще может произойти? У нас может произойти, что осталось сырье, которое мы передали переработчику. Допустим, мы передали один куб древесины, использовали полкуба, и тогда мы будем с вами выполнять возврат. Значит, что мы с вами делаем? Мы заполняем древесину и ставим то количество, которое мы с вами вернем. В данном случае, допустим, это полкуба древесины. Точно так же можно заполнить характеристики серии. На вкладке дополнительно точно так же валюта. Можно указать номер ходящего документа, дату, подразделение и есть менеджер. Основное у нас здесь все автоматически подтягивается. И переработчик, и контрагент, и операция, возврат от переработчика, организация, договор, склад. То есть наши товары, наш материал, который мы передавали, вернется обратно на склад, которого мы передавали. Следующий документ. Который можно ввести. Это отчет переработчика. Допустим, в течение месяца, ну или недели, ну или как вот часто вы делаете отчет переработчику, вы получали продукцию, тогда мы заполняем отчет. Значит, здесь у нас подтягивается заказ, по которому мы изначально все организовывали. Переработчик у нас и контрагент заполняется автоматически. Договор, переработка, подтягивается. Операция заполнилась автоматически. Организация. Услуги по переработке мы указали в заказе. Видно, что стоимость у нас 600 рублей услуги. Переходим на вкладку продукция. Здесь у нас автоматически подтянулся наш табурет. Все наши закладки, которые мы с вами заполняли в заказе, они сюда подтянулись. Точно так же здесь появится промежуточный выход. Если вы его у себя планировали, допустим, опилки те же самые, вкладочка, материалы и работы заполнились древесиной. Опять же, характеристика серии, если вы ведете, будет указываться. Количество наше потребленное. И на этой вкладочке у нас услуги по переработке. Стоимость 500 рублей. Сверху НДС. И статья калькуляции указывается услугой переработчика. В данном случае у нас подтянулись опять счет организации и налогообложения. Смотрим обязательно. то, что у нас все с НДС. Ведь цены плановые. Вы смотрите, на вот этой закладочке отчет переработчика мы можем сразу, после того, как провели отчет, закрыть заказ. Можем это сделать отсюда. Либо мы возвращаемся с вами на вкладочку заказа. и закрыть заказ мы можем здесь. Можем отменить какие-то строки, которые мы не смогли выполнить. Допустим, задержка сроков, либо покупатель отказался. И тогда мы здесь можем закрыть этот заказ. Давайте поставим какие еще документы. Можно сделать. Можно доверенность оформить. Можно задание оформить. Заказ поставщику, допустим, на закупку древесины. Заявка на расходование денежных средств, то есть на оплату услуг. Можно провести корректировку назначения товара. Сделать поручение экспедитору о доставке, сделать претензию, вывести расходно-кассовый ордер на оплату, либо сделать списание безналичных денежных средств. То есть все эти документы можно ввести на основании заказа переработчику. Теперь мы с вами рассмотрим, в каких случаях заполняется вторая вкладка, то есть по потребностям. Для того, чтобы здесь заполнялось по потребностям, нам нужно показать эту потребность, допустим, в ресурсной спецификации. Давайте мы с вами зайдем в производство, ресурсной спецификации. Изделие из дерева. допустим, допустим, мы производим с вами сиденье из дерева для табурета, который мы собираем сами. Допустим, сиденье вы производите у переработчика на стороне, запокупаете отдельно, допустим, металлические ножки и собираете у себя уже на производстве готовый табурет. В таком случае наше сиденье будет полуфабрикатом. И в нашей ресурсной спецификации мы с вами покажем, что в данном случае будет создавать нам эту переработку переработчик на стороне. сейчас делаю сначала изготовление сборка наименование сиденья для табурета номенклатура сиденья для табурета количество одно. Мы заходим на вкладочку материалы и работы добавляем древесину, из которой будем изготавливать наши сиденья для табурета. На вкладочке производственный процесс мы добавляем этап. именно в этапе мы с вами покажем, что наше производство будет производиться силами переработчика. для этого мы поставим флажок с силами переработчика, показываем, что длительность этапа допустим один день нам делает, заходим в закладку переработка и здесь уже указываем переработчика, который будет нам показывать. в данном случае допустим та же самая компания Ассоль добавляем услуги уже здесь одну и таким образом мы показываем нашей программе, что данное сиденье для табурета будет производиться на стороне переработчика. После того, как мы все заполнили, мы установим статус, что действует ресурсная спецификация и после этого у нас появится потребность и мы сможем сформировать наш заказ переработчику по потребностям. В данной ресурсной спецификации также можно еще заполнить точно так же промежуточный выход допустим который будет возвращаться и на основании ресурсной спецификации будет формироваться потребность и так это все что касалось изготовления на стороне перейдем с вами теперь ко второму варианту это когда мы оказываем услуги по переработке у себя мы заходим с вами в меню продажи идем в раздел прием в переработку и точно так же заходим в раздел заказ давать в данном разделе мы создадим заказ нам и мы будем производить формируем новый заказ давалец выбираем пустой толстым договор так надо посмотреть валюту вот опять он показывал у нас договор не появился из-за валюты делаем рубли возвращаемся на основное и вот появился наш договор то есть обязательно смотрите валюту расчета выбираем договор значит договор здесь у меня прием переработку 2.4 версия наименование заполняем организация которая с нашей стороны ведет оказывает услуги расчеты и оформления вот здесь мы оказываем с вами показываем валюту ставку НДС ну как бы этого достаточно для договора указываем склад склад в которого будет склад когда будет поступать готовая продукция склад готовой продукции склад материалы надел снабжения М1 дальше услуговой переработки здесь мы указываем услугу которую указываем мы точно так же с вами смотрим чтобы вид работы у нас был работа а не услуга чтобы у нас здесь все это появлялось ставка МДС заходим на вкладочку выпускаемая продукция здесь мы ставим что мы выпускаем таблет можно выбрать обеспечивать не обеспечивать ну пусть будет обеспечения и обособленно можем поставить дату отгрузки когда мы хотим допустим пусть будет завтра мы хотим количество 1 и ставим стоимость услуг по переработке 500 сверху МДС добавилось автоматически переходим на вкладочку с ее материалом для производства добавляем материал который мы будем использовать назначение можно выбрать количество но опять же также ставлю полкуба также можем с вами оформить доставку либо самовывоз в данном случае стоит способ доставки самовывоз вы можете поставить что доставляет наша транспортная служба до довальца до перевозчика может перевозчик забрать нашего склада вкладочка дополнительно опять же смотрим что обязательно валюту подразделение которое будет заниматься производством производством пусть будет участок столярный и смотрим что наш продажа облагается НДС если вы на упрощенности налогообложения то ставите не облагается НДС статус производства дата поступления провели здесь можно ставить статус допустим не согласован согласован если у вас идет согласование подгрузки и точно так же из этого документа заказ сдаваться я предлагаю вам работать с дальнейшими документами первое что мы должны сделать посмотреть заказ на производство мы с вами можем потому что весь технологический процесс будет потом у нас происходить здесь то есть мы можем поставить подразделение диспетчер ставим изготовление сборка у нас с вами заполняется продукция которая будет изготовляться в данном случае допустим таблет дополнительно опять же деятельность указываем и ставим допустим к производству и проводим то есть мы уже показали нашему производству что мы сделали заказ теперь мы можем пользоваться функционалом нашего производства мы заходим в производство и заходим в управление очередью заказов вот появился наш заказ который мы делали теперь на его основании мы можем произвести диспетчирование этапов так у нас появились этапы они требуют уточнения но в данном случае это имеется ввиду что мы должны поставить склад с какого склада будет подбираться та или иная продукция после того как вы сделали диспетчирование этапов и запустили этапы наш заказ мы можем закрывать можем передать давальцу еще подгрузки у нас можем сделать отчет давальцу точно так же можем ввести документы корректировки назначения товаров поручения экспедиторов поступления безналичных денежных средств имеется ввиду оплата нам поступление сырья можем ввести приходно-кассовый ордер либо счет на оплату после того как мы сделали все операции мы можем заказ закрывать итак давайте еще раз вспомним что нам нужно для того чтобы организовать у себя учет давальческого стрия в первую очередь мы с вами производили настройки то есть мы настроили у себя вид учета для производства показали где перерабатывать показали с вами для продаж производства издавальческого сырья зашли с вами в производство и рассмотрели передача переработку 2.5 есть также вариант переработка 2.4 разница практически примерно одинаковые эти две функции два функционала только этот более подробный также мы с вами зашли в продажи и рассмотрели каким образом нам сделать заказ давальцу то есть в случае если мы уже выступаем переработчиками продукции также мы с вами рассмотрели вариант ресурсной спецификации и по этой ресурсной спецификации мы с вами рассмотрели вариант когда мы производим допустим какой-то полуфабрикат на стороне теперь я готова ответить на ваши вопросы так смотрю ваши так вопросы смотрю так Дмитрий спрашивает можно ли отразить потребность доставки готовой продукции получаемой от переработчика тогда Дмитрий я вам показывала на вкладке что мы там управляем доставкой и при заполнении других вариантов мы можем оформить и потребность доставки мы можем оформить и готовую продукцию сырья также так также можно ли мы создавать заказ переработчику и статус системы планирования да по планам производства тоже можно создавать заказы переработчикам но это будет у нас в другой теме вебинара там где мы будем рассматривать подробно планирование и спланирование будем уже составать все заказы я хочу вам напомнить что данный вебинар для вас проводила компания Кодерлайн компания Кодерлайн это компания 1С франчайзинг занимается внедрением и обслуживанием программных продуктов 1С сегодня мы с вами рассмотрели учет переработки продукции на стороне контакты нашей организации вы видите у себя на экране для связи вы можете посмотреть на нашем сайте также другие наши вебинары посмотреть предыдущий вебинар про полуфабрикаты более подробно где рассматривалась очень подробно ресурсно-спецификат консультация если у вас какие-то есть вопросы вы можете нам писать наши специалисты с удовольствием оказывают вам консультацию поэтому я с вами сегодня прощаюсь запись обязательно вебинара будет у нас есть записи всех наших вебинаров и сможете еще раз просмотреть до новых встреч вебинар и как они вебинару вебинар